На судебное заседание журналисты допущены не были. Всё разбирательство заняло полчаса. По окончанию процесса судья Беркут Байдулаев сообщил о результатах разбирательства. Приговор суда первой инстанции в части меры наказания лишения свободы сроком на 8 лет оставлен без изменения. В апреле прошлого года Алишер Трусулкулов выложил в интернет ролик собственным признанием. Водитель скорой помощи сообщал о поборах со стороны своего руководства, признавал, что вынужден был соучаствовать в этом и обращался к органам нацбезопасности с просьбой о помощи, обещая содействие о разоблачении коррумпированных чиновников. «Меня вызвала Гульнар Курмамбекова 22 февраля и сказала, чтобы я всё взял на себя, мол, потом разведём, сама помогу. Начала мне угрожать, меня позже уволили задним числом. Теперь она от меня отрекается. Я вынужден скрываться сам и прятать всю свою семью, так как опасаюсь за их безопасность. Мне остаётся только просить помощи у КНБ, ведь у неё везде свои люди». Уже осенью Трусулкулов сам предстал перед судом и получил срок, после чего подал апелляцию. Трусулкулов частично признаёт свою вину, но до сих пор утверждает, что в мошенничестве и взятках он являлся лишь второстепенным звеном. Коллеги областного суда его ходатайство оставило без удовлетворения. «Настоящие коррупционеры и мошенники остались безнаказанными, а у нас четверых несовершеннолетних детей лишили отца-кормильца». Супруга Алишета Трусулкулова заявила, что намерена обращаться с кассационной жалобой.